Добро пожаловать в мир технической старины на канале Базар ТВ. С вами Николай, а сегодня в этом выпуске пойдёт речь о таком телефоне как Nokia 2310. Это его обновлённый вариант Nokia 16200. Его обновлённость заключается в том, что есть FM-радиоприёмник, более того, обновлённый дизайн. Самое главное, что дизайн очень красивый. У меня в синем цвете, но есть ещё в белом и в оранжевом. Такие цвета были. Корпус весь пластиковый. На передней части можно увидеть разговорный динамик, логотип Nokia. Экран Seaston Matrix 96 на 68 пикселей. Пластиковая клавиатура. На нижней грани разъёмные зарядки. Толстая зарядка Nokia, разъём для DotaCabia 2,5 мм под наушники и микрофон. На верхней грани ещё один прорезь. Под динамик. На евой грани проушина две крепления ремешка. На правой грани динамик. Сзади выглядит вот так. Это логотип Nokia и сама задняя крышка. Под ней располагается аккумулятор BO5C, ёмкостью 1020 мАч. Под аккумулятором слот для сим-карты, обычного старого образца, так называемого мини-сим. Собран этот аппарат в Венгрии. Панелька сменная. Можно при необходимости менять. Тут даже не синий, а голубой. Очень прикольно смотрится этот аппарат. Довольно редкий телефон. Если что, могу смело рекомендовать сразу в коллекцию именно данную модель. Не пожирейте. Но, это моя мечта. Это действительно так. Включается, как всегда, нажатием и удержанием клавиши сброса. Телефон начал выпускаться с 2006 года. А если нажать и удерживать звездочку, можно попасть в FM-радиоприёмник. Тут будет простой FM-диапазон от 87,5 до 108 МГц. Но у этой модели не поддерживается поздняя гарнитура WH-101. Поэтому нужна более старая гарнитура. Но факт в том, что FM-радиоприёмник есть, в принципе, забавляет. Забавляет и сам дизайн. А ещё больше забавляет, когда в этом телефоне, в двух из 20 терм, присутствует анимация. Вы просто внимательно посмотрите. А именно на главном экране, как движется фоновый рисунок. Такого вы ещё не видели во всяких Nokia на Series 30, на старинных. А на 2310 на том же платформе Series 30. Вот анимированные обои. Красота же. Красота. Подсветка клавиатуры белого цвета. Блокировка клавиш осуществляется, как всегда, меню и звёздочка. Вот так вот блокируется клавиатура. Очень давно не держал в руках этот телефон. И вот, наконец-то, осуществилась мечта. Снять блок и звёздочка. Правда, надо успеть. Проверяем динамик на максимальной громкости. Уважаемый клиент, вас приветствует мобильный помощник компании МТС. Вы находитесь в главном меню. Влево вправо регулятор громкости. Нажмите 1. Платежи и оплата услуг по банковской карте нажмите 2. Для входа обещанного платежа нажмите 3. Громкая связь есть. Динамик громкий. Ну что ж, рассматриваем функционал данной модели. Актив. Это те функции, которые больше всего пользуемся. Есть выбор функции, а есть упорядочить. Но пока упорядочить нету, поскольку ничего не занесено. Итак, меню. Меню выглядит вот так. По сравнению с Nokia 16200 иконки изменились. В первую очередь идёт сообщение. Напишем слово «Привет», как всегда. Звёздочка, вот символов. Но и пробел. Решётка, переключение раскладки. А нажав и удерживав решётку, попадаем в вот цифр. И всё же наоборот. Функции передать. Способ передачи. Функции вставки. Крупные шрифты. Это ещё со времён Nokia 16200. Ещё оставили возможность менять шрифт при вводе текста. Но, начиная с поздних моделей, с 2007 года, перенесли просто в настройки сообщения. А здесь оно ещё есть. Графические сообщения, их 30 штук. Запрёщённые сообщения. Настройки. Фитерация номеров. Это некий чёрный список, неполноценный. Можно занести, но всё равно пропускаются звонки, но без звука. А сообщение в папку «Запрёщённые сообщения». Потом «Контакты». Простой список. Добавить контакт. Плюс картинки контактов. При необходимости можно назначить. Удалить. Скопировать. Настройки. Выбор памяти. Варианты обзора. Далее состояние памяти. До 200 контактов можно хранить. Записной книжки. И картинки контактов. Быстрый набор. Мои номера. Кстати. Мои номера. 16.2. Но я, кажется, этого не было. И можно занести. Имя и номер. Ничего себе. В 2310 оказывается и есть такое. Ну, не знаю, не знаю. В остальных Нокии такой фишки нету. Это довольно-таки уникальная модель. Ещё прошивку учитывает 2006 год. Мои номера. Можно занести имя. Какую-нибудь. И номер. Ну, пускай будет фейковый номер. Сохранено. Сохранено. И в результате на сим-карту занесли номера. И даже есть функции. Добавить новые, удалить, изменить и передать номер. Офигеть! Вот. На множество Нокии этого нету. Особенно, когда в поздней Нокии, например, 50, 30, 16, 61 и тому подобных. Пункт. Мои номера. Даже в 1280. Пункт. Мои номера. И то, только просмотр. Никаких добавлений. Ничего. При их отсутствии на сим-карте, мои номера и вовсе отсутствовало. А в 2310. Это есть. Можно имя, можно номер занести. И все. И все чики-пуки. На этом телефоне. Офигеть. Что, в принципе, ему же в плюс. Фитрация номеров и служебные номера в зависимости от симок. Сдая звонки. Непринятые, принятые, набранные, очистить списки, длительность вызовов. Счетчик сообщений. Потом настройки. Настройки сигналов. Давайте оценим. Почти приглушаемый динамик, но динамик чувствуется громкий. А еще в нем ранние мелодии, смотрите. Просто к чему это говорю? Когда я держал в руках полностью этот аппарат, правда, кажется, в белом цвете, в 2009 году, в нем тогда пропала подсветка. Так вот, мелодии были другие. То есть, получается, что я держал в руках позднюю партию, что и данной модели. Я помню, были мелодии Convoce, а также мелодии, схожие с Nokia 16-2001, 1110i, 1112, 1110. А здесь, здесь, учитывая прошивки 2006 года до изготовления 2006 год, мелодии здесь абсолютно другие. Ну, почти другие. Дискоут, я их не слышал тогда. Фаст флайинг, я их не слышал тогда. Здорово. Страйк. Потом Message 5, это вообще ваниш. Потом вот это. Message 7, я их, по-моему, не слышал. Здесь вообще раритет. Просто класс. Вибрация здесь хорошая. Что, кстати, тоже продемонстрирую. Вибрация хорошая. Сигналы клавиатуры. Предупреждающие сигналы и ритмический световой сигнал, то есть, мигает в такт музыке. Настройки дисплея. Темы всего 20 тем. Первая тема, вторая тема. Также есть остальные красочные темы. Вот такие. В 2310. Хороший телефон. Дальше стандартные. Одноцветные. Включить активный режим. Все режимы. Изменить. Цветовые схемы еще. Цветовые схемы еще отдельно. Часы заставка. Информация о сети. Время подсветки. При отключении можно пользоваться данным телефоном без подсветки. Но здесь светной дисплей. Это вам не монохромный дисплей. Но разглядеть можно как бы. Вот так, кстати, сталкивался с этим телефоном без подсветки. Включая телефон, вообще подсветки нету. Значит, что-то с телефоном было так. Полностью рабочий был. В 2009 году держал. В гостях был. Находил этот телефон. Включил. Погонялся с этим телефоном. Там были интересные игры. И здесь тоже интересные игры. Абсолютно такие же. На прошивке 2006 года. Вот так сталкивался. Ладно, возвращаем назад. Яркость. Это на самом деле контраст дисплея. И заставки. Вот такие. По сути, такие же, как на Nokia 16 Duono. Кого-транзишн. Но здесь какая-то заставка. Вполне грючная. Недоработанная. Ну-ка, ещё раз. Да, недоработанная заставка, кажись. Режимы. Есть настроить. Есть временный. То есть, во сколько отключится заданный режим. То есть, включаем на время. Настройки часов. Часы. Установка даты. И коррекция даты и времени. Настройки вызовов. Продесация. Повторный набор. Ожидающий вызов. Передача своего номера. Фитрация номеров. Настройки телефона. Языки здесь вот такие. Английский, русский и украинский. Настройки клавиатуры. Автоблокировка. И ещё код блокировки. Защитный код. Стандартный. 1, 2, 3, 4, 5. Если, конечно, не поменяли. Включаем. И когда блокируем клавиатуру. Блокируется как обычно. Но разблокировать. Снять блок. Требуется код. Вот такие дела. Выбор сотовой сети. Мелодия запуска. Приветствия. И подтверждать запросы SIM. Настройки стоимости. Как на Nokia 16 2, но я, в принципе. Аксессуары. Вот такие настройки. Слуховой аппарат. Настройки защиты. Пинк-код. Запрет вызова. Закрытая группа. Уровень защиты. Изменить код доступа. Запрет вызовов. Зависит от оператора. Функции правой клавиши выбора. Настройки меню актив. И восстановить стандартные настройки. Будинник. Здесь кое-что не хватает. Говорящей часы здесь нет. Время сигнала. Мелодия сигнала. И сигнал по дням. Один сигнал. И повторять. Можно выбрать дни недели. Радио. Можно было слушать. Но требуется. Боя старая гарнитура. Но тоже. 2,5 мм. Чтобы слушать радио. От 87,5 до 108 МГц. В принципе хорошая штука. Но 2,5 мм. В наше время тяжело найти. Памятки. Некая напоминалка. Напомнить о. Включить и отключить сигнал. Также календарь. И сигнал можно задать. Ну а теперь игры. А игры здесь интересные. Чего я и приубил этот аппарат. Это вот что. Баунс. Обратите внимание. Баунс. Ещё со времён Nokia 26 Dua Noia. Можно в принципе играть в эту игру. Nature Park. И Змейка. В 26 Dua Noia футбол был. Mobile Soccer. А здесь. Получается почти такие же как на 26 Dua Noia. За исключением того, что в 23.10 есть Змейка. Егендарная Змейка. То есть здесь более-менее хорошие игры. Настройки игр, звук в играх и вибрация. Ну что ж, давайте начнём. Баунс. Это самая любимая игрушка детства. Итак. 7, 8, 7, 8, 9, 8. На бессмертие. С таким разрешением экрана. И с таким экраном это кстати впервые. Если вы подумали, что с таким экраном Баунс начался с 12.80. Ну, как бы не так. Началось это с 23.10. Вот цветной экран. Вот вам Баунс. 96 на 68 пикселей. 12.80 тоже. 96 на 68 пикселей. Вот с чего всё начиналось. 23.10. Не 12.80. Как там подумали. А вот. С таким им карточком. Можно посмотреть рекорды. Инструкции. Мяча-пак. Это такая своеобразная игрушка Тетрис. По-нокиевски. По-фински. Можно играть. 2.10. И вверх. Поменять местами. Цвет. Вот такая вот в принципе игрушка. И легендарная змейка. Как же Нокия без змейки. В 26.10. Донуя. Змейки не было. Снэк Сэнзи. Ещё. Эта игра не распространялась. Эта игра начала распространяться с 2005 года. Когда представили такие телефоны как Нокия 1110 и 16 Донуя. 1110i и 1112 уже в 2006 году. И в том же году. Вот вам. 23.10. Вот. Пошло распространение этой игры. Тип игры можно выбрать классический и современный, выбрать вабиринт и компания, то есть аркадная. Уровень это скорость движения змеи. Ну а теперь дополнительные функции. Калькулятор. 2 плюс 2. 4. Соответственно, минус звёздочка. Точка это решётка. Простейший калькулятор. Конвертор. Температура, вес, длина, площадь, объём. Валюта и мои преобразователи. Таймер. Часы-минута плюс заметка для таймера. Календарь можно просмотреть. Вот так вот появился первый баг. По сравнению с 16 Донуя. Может. Кажись, календарь не помню. Был и я был 16 Донуя. Я уж почти не помню. У меня иногда вылетает из башки. Но вот здесь есть календарь в 23.10. Но функции недоступны. Также недоступны были функции и на 26 Донуя. Нокия. Просто кнопка ОК была. И на этом, в принципе, всё закончилось. Вот вам календарь. Да, по-моему, 16 Донуя наверняка не было календаря. Я уж не помню. Но в 23.10 это есть. Без функции. Просто просмотр. Секундомер. Синтезатор мелодии. Можно ввести ноты. Ноты. Клавиши от 1 до 7. Решётка дополнительная. На некоторых нотах. Но и пробел. Звёздочка. Это повышение тональности. 8. Увеличение скорости одного нота. 9. Уменьшение скорости одного нота. Функции. Воспроизвести. Сохранить темп. Можно поставить скорость прыгывания мелодии. Передать. Очистить. И выйти. Вот такая вот полезная функция в своё время была. Особенно, когда вели с книжек особые рингтоны. Кто-нибудь помнит. И всё. Это что получается. 23.10 это продолжение 26 Донуя. Но. Кайкос с 16 Донуя. Интересный ТЕФОН. Что на мой взгляд в принципе удивляет. Тоже редкий аппаратец. Довольно интересный. Я сам такой хотел раньше. И услуги сим-карты в зависимости от вашей сим-карты. Ну что ж. Проверяем прошивку. Звёздочка решётка 4 Донуя. Решётка. Н-2310 от 20 июля 2006 года. И проверим лайфтаймер. Звёздочка решётка 92-70-2689. Решётка. Изготовлена в ноябре 2006 года. И наговорена 26 часов 40 минут. 26 часов 40 минут. Что в принципе полудёжно. Ну а какой итог. Нокия 2310. Это поистине интересный простой аппарат. На платформе СРС-30. Так. Этот ТЕФОН предназначен для звонков. Понятное дело. Но. Есть радио. Привлекательный дизайн. Хорошие игры. Это всё, что можно сказать об этом ТЕФОНе. Рекомендую такую коррекцию. Поискать данную модель. И заиметь. Ну что ж. Большое спасибо вам за внимание. Не забывайте подписаться на наш канал Базар ТВ. Нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Этот ТЕФОН заслуживает жирный лайк. Ну и всем удачи и до свидания. Хороших вам рететов. Кстати, скоро ждите Samsung E1202. Но это не это главное. Это получается. E1202 будет моим самым последним простым ТЕФОНом. За исключением НОКИ. Потому что НОКИ всегда интересны. Хотя бы на СРС-30 коллекционировать. Таких как вот этот аппарат и чёрно-белые НОКИ. Потому что очень ценятся. А так, по сути, E1202 Samsung будет моим самым последним, самым простым аппаратом. А после него пойдёт Sony Ericsson K320i. Я очень долго ждал. Очень долго ждал. Опять не удержался. Нашёл легенду. Вот так можно искать. После E1202 идут уже более-менее годные аппараты. По своему обещанию. Bluetooth, инфракрасный порт полноценный. Как раз таки K320i имеет Bluetooth. Чего в K310 не было Bluetooth. Ну что ж, не буду больше тянуть. Я с радостью жду этих аппаратов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.